Норильск Олег Курилов поручил руководителям городских служб усилить меры по профилактике пожаров. Сейчас стало теплее, заметно теплее. Потеплело по указке сверху. Как на жалобы жителей дома по металлургов 17 отреагировали местные власти. Действовать, я думаю, что начнет это уже сейчас только для тех туристов, которые самостоятельно подают документы. Разные европейские страны, один пакет документов. Почему норильские туроператоры не торопятся оформлять шенгенские визы по новым правилам? Как избежать пожаров? Печальную статистику и меры профилактики сегодня обсуждали на планерке у главы города. Как было отмечено, Красноярский край лидирует по числу бытовых пожаров и по количеству погибших в огне детей. 50 только за 20 дней года. Олег Курилов поручил специалистам максимально усилить работу по профилактике пожаров. Что именно планируется предпринять, расскажет Татьяна Клебова. За сухой статистикой руководителей пожарных ведомств кроются вполне конкретные люди и вполне конкретные семьи. 2011 и 2012 по количеству пожаров не отличаются. Ровно по 244. 2012 по тяжести последствий, если анализировать цифры, был даже более благоприятный. Погибших 7 против 14 и пострадавших 21 против 28. Но начавшийся год сразу перекрыл все эти данные. В 2012 в бытовых пожарах в крае пострадало 40 детей, а за 20 дней этого года уже 50. Поэтому задача всех служб повысить работу по предупреждению пожаров. Особенно обратить внимание на неблагополучные семьи и семьи, где оставляют детей одних. В Норильске четверо малышей погибли, оставшись без присмотра. Это трагедия и в общем для родителей в основном, хотя вины с них конечно не снимают. Потому что были закрыты в квартире одни и по предварительной версии это как раз поджог совершили сами дети. Задохнулись, спасти не успели. На то, что родители не должны оставлять детей одних, обращают внимание все службы города. В ближайшее время в садах и школах управления образования должно провести собрание, чтобы в очередной раз напомнить прописные истины. Спасателям поручено организовать дополнительные занятия по правилам поведения при пожаре. Ну а специалисты городского отдела по делам несовершеннолетних вместе с участковыми должны выявить те семьи, в которых дети часто остаются без присмотра. Свою работу должны провести и диаспоры. В качестве наглядных профилактических мер Олег Курилов распорядился во всех учреждениях социальной сферы, муниципальном пассажирском транспорте, подразделениях Норникеля, а также в помещениях управляющих компаний разместить информационные стенды, в первую очередь для родителей. В эту пятницу в администрации состоится очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где снова будут говорить о профилактике пожаров. Татьяна Глебова, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Говорили на планерке и о ситуации на Металлургов-17. Напомню, там еще совсем недавно замерзали жители второго этажа. Источник проблемы находился в помещении бывшего магазина, где вышла из строя система отопления. Устранить последствия аварии должны были коммунальщики, которые отвечают за обслуживание дома, и специалисты управления имущества, так как в их ведомстве торговые площади. Но и те, и другие перекладывали ответственность друг на друга. Устав мерзнуть, жители обратились за помощью к главе города. И в квартирах потеплело по указке сверху. Раньше было прохладно, но взрослым людям нормально. Детям, конечно, будет холодно. Раньше было холодно, буквально месяц назад где-то так. Сильно холодно? Сильно. До того, что я даже заболела вообще. То есть по ногам очень сильно так дуло. Сейчас на данный момент вроде как тепло. Да, было холодно, а сейчас стало теплее, заметно теплее. Страны разные, одинаковые требования. Для получения шенгенской визы утвержден единый перечень документов. Он опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел. Консульства всех государств ЕС оформляют визы по новым правилам с 14 января. Станет ли Европа ближе и каких перемен ждать норильчанам выясняла Елена Степаненко. Вернский Альпы. И регистрации в Российской Федерации. Понадобится также подтверждение проживания и маршрута. И пусть принципиальных нововведений список не содержит, но въезд в страны шенгена теперь окончательно стандартизирован. Так расценят информацию, опубликованную на сайте Министерства иностранных дел, любой норильчанин, собравшийся отдохнуть за границей. Однако, менеджеры турфирм города заверяют, что на самом деле не так все просто. На сайте МИД России, да, этот перечень, единый перечень документов, он уже установлен, утвержден. Действовать, я думаю, что начнет это уже сейчас только для тех туристов, которые самостоятельно подают документы. Туроператоры же утверждают, что пока не наступит такой массовый спрос на открытие визовых, на открытие виз на пляжные какие-то, да, туры, на летние туры, то требования останутся неизменными. Получается, что действовать новые правила в туристических фирмах Норильска начнут где-то ближе к лету. И только тогда перечень документов для виз будет унифицирован, что называется, на практике. Пока же придется, как и прежде, выбирать. Поехать на отдых в европейскую страну, собирая при этом соответствующий пакет документов, или ограничиться безвизовой страной. Кстати, в прошлом году норильчане чаще отдавали предпочтение именно второму варианту. Летом, по словам менеджеров городских турфирм, большинство отдыхало в Тунисе. Осенью в Доминикане и на Кубе. Жители заполярного города вообще привлекают теплые страны. Некоторые из них решили провести и новогодние праздники, подальше от морозов и снежной зимы. На новые праздники это однозначно, это лидер, это Таиланд, Пхукет, Паттайя, это Объединенные Арабские Эмираты, Канарские острова и, конечно, Египет. И все же, несмотря на то, что норильские турфирмы пока не готовы к новым правилам при предоставлении шенгенской визы, желающие поехать в какую-либо европейскую страну должны знать, что они имеют полное право запросить у менеджера фирмы единый пакет документов для ее получения. Елена Степаненко, Андрей Гришков, Сергей Карпов. Вести. Норильск. В управлении жилищного фонда «Ажиотаж» норильчане стараются как можно быстрее оформить в собственность свои квартиры. Ведь так называемая бесплатная приватизация заканчивается 1 марта. А между тем в Госдуму внесен законопроект о продлении этого срока на 5 лет. По мнению авторов документа, необходимость его принятия обусловлена тем, что значительная часть граждан, живущих в ветхом и аварийном жилье, ожидающих переселения после 1 марта, лишится возможности воспользоваться правом на приватизацию. В подобном положении окажутся и россияне, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как считают разработчики законопроекта, указанные лица будут поставлены в неравное положение с гражданами, которые успели приватизировать жилье. Напомню, изначально завершить бесплатную приватизацию планировали 1 января 2007 года, но срок трижды продлевался. Будет ли еще одно продление, станет известно в ближайшее время. В Норильске стартовал 8-й ежегодный молодежный фестиваль «Твой стиль». Любители хип-хопа встретились накануне на отборочном туре. Кто продолжит борьбу в финале, узнала Екатерина Копылова. Бухгалити нова, грузный фит, всегда гнусный щит. Фестиваль неформальных молодежных объединений «Твой стиль» включает в себя несколько этапов. Открывают программу представители направлений рэп, битбокс и айрн-би. Более 20 конкурсантов представляют свои треки. Команды и соло-исполнители должны за три минуты продемонстрировать строгому жюри все свое мастерство. Единственная представительница направления айрн-би Валентина мгновенно покорила зрительный зал и членов жюри. На фоне юноши девушка с чарующим голосом сразу запомнилась. Сама Валентина рассказывает, что занимается хип-хопом всего год, но уже в состоянии бороться на равных с конкурентами сильной половины. На этом фестивале она выступает сразу в двух категориях – в группе и как соло-исполнитель. В нашем городе, мне кажется, мало девушек, которые идут именно в этом направлении. Вот я управлю направлением хип-хопа и айрн-би. Мне приятно этим заниматься, так как у меня это получается, я верю в себя. Все композиции участники пишут сами, признаются, что процесс этот приятный, но сложный. Вносят свои коррективы и организаторы, которые в этом году ограничили ребят городской тематикой. Совсем другие требования к представителям битбокса. В их выступлении оценивается преимущественно техника исполнения – скорость, сложность, виртуозность. Чтобы научиться создавать подобные звуки, придется приложить немало усилий, признается финалист фестиваля «Двой стиль» Вадим Деликатный. Надо просто какое-то время, чтобы достичь каких-то вершин. Если есть желание, то можно из-за кого-то вполне научиться хорошим результатам. Более часа участники фестиваля заряжали аудиторию хип-хопом. Кульминацией стало определение финалистов. Итак, борьбу в финале продолжат. Шесть солистов и две команды, представляющие направление рэп. Три битбоксера и одна представительница R&B. Остальным, по мнению жюри, стоит больше работать над техникой исполнения и текстами. Ну а ребята, прошедшие отборочный этап, готовятся к финалу, который состоится 20 февраля. Екатерина Копылова, Сергей Лаптев, Вести, Норильск. И новости спорта. В Норильске прошел ежегодный городской чемпионат по пауэрлифтингу. Помериться с силой в БАКМО собрались как профессионалы, так и любители. Об итогах Дмитрий Демидюк. Пауэрлифтинг не случайно называют силовым трейборием. Это связано с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три основных упражнения. Приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги. В сумме баллов и определяет квалификацию спортсмена. Соревнования проходят в разных весовых и возрастных категориях. В зависимости от этих критериев определяется вес, с которым работает спортсмен. В норильском чемпионате участвовало около 30 человек. Соревновались как юные пауэрлифтеры 12-13 лет, так и взрослые. Одним из безусловных фаворитов соревнований был серебряный призер чемпионата Красноярского края Дмитрий Сенькин. При собственном весе в 66 килограммов он приседал со штангой 180 килограммов. Для него городские соревнования – своего рода разминка перед всероссийским турниром по пауэрлифтингу «Центр Азии», на котором спортсмен собирается выполнить норматив кандидатов в мастера спорта. Сюда меня привели друзья, которые рассказывали, как здесь хорошо, как здесь классно, здорово. И вот в один из дней я попросился с ними. Вот они сюда привели меня, познакомились с тренером. Ну а дальше все, само пошло. Поначалу только тяжело, а потом, естественно, ко всему привыкаешь. Но не только профессиональные спортсмены заставляют обратить на себя внимание. Начинающие пауэрлифтеры тоже очень стараются добиться высоких результатов. Ведь причины, по которым они пришли в секцию, просты и понятны. Мне понравилось то, что здесь как бы накачаны, ну мышцы большие, накачанные люди, фигуры красивые. Я тоже хочу это. Для взрослых ребят этот турнир был отборочным на краевые соревнования. Ну а начинающие спортсмены могли получить свои первые разряды. Дмитрий Демидюк, Андрей Гришков, Вести, Норильск. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра, 23 января. Спонсор прогноза погоды – обувная лавка. В обувной лавке рождественская распродажа. Комфортно пережить суровую русскую зиму поможет традиционно высокое качество обуви финского производства. А сделать финское качество доступнее поможет распродажа зимней обуви в обувной лавке. Обувная лавка. Чтобы было удобно. С Новым годом, друзья! С Рождеством и распродажей! Завтра в Норильске облачно. Местами снег, метель. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Порывы 15-20. В горных районах порывы 22-27 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 20-22. Днем – минус 17-19 градусов. Наш выпуск завершен. Напоминаю, телефон редакции «Вести Норильск» 46. Ветер южный 9-46 метров в секунду.